Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет влог. Опять все жду, пока еще дойдут до меня посылки, чтобы снять видео про Алиэкспресс. И сейчас посылки идут очень-очень медленно, поэтому, не знаю, надеюсь, до конца месяца они придут, и я смогу снять видео, потому что все, что дошло до, просто у меня вот так вот лежит. Я беру, пользуюсь, потом обратно кладу для того, чтобы просто не забыть вам все показать. И сегодня во влоге вам покажу также, что мы покупаем на лето, на весну. На самом деле тоже дошло еще очень мало, потому что заказы я сделала только пару дней назад, но одна посылка до меня дошла, и там было парочку вещей, которые я специально покупала на лето, и вам сегодня покажу. И также там были некоторые аксессуары, которые я покупала специально для дома. Хотела вам показать коробку, но на самом деле боюсь двигаться, потому что у меня подключены наушники вместо микрофона. Я все боюсь, что будут какие-то шумы. В прошлом видео мне написали, что звук был хороший, но я там и сидела как мумия, поэтому, видимо, он был хороший. Если сейчас наклонюсь за коробкой, возьму обязательно, что-то там зашуршит, и, возможно, звук испортится. Но я сейчас попробую, чтобы показать вам свою коробку. И вот такая коробка до меня уже дошла. Я часто очень покупаю в этом магазине. Я про него рассказываю. Это магазин Member Shop, где, как сказать, вот я сейчас опять задела телефон, так что извиняюсь, если будут шумы. Это магазин Member Shop, где я постоянно заказываю на протяжении уже, наверное, больше пяти лет. Там можно найти разные скидки. Я уже про него рассказывала. Это никакая не реклама, потому что никто мне ни за что не платит. Я все оплачиваю сама. Просто чем мне нравится этот сайт, что там можно купить вещи с очень хорошими скидками. Особенно там бывают распродажи 70-80%. Конечно, скидка не такая, это я уверена на 100%, но она достаточно ощутимая. Потому что в свое время я там купила сумку, цена которой была без скидки 190 евро, и я купила ее за 90 евро. Это очень хорошая скидка. Я потом смотрела на сайте, и она стоила как раз 190 евро. То есть я думала, что там дублируются скидки, но нет. Бывает, они освобождают склады, поэтому вот такие большие скидки. Это примерно, знаете, как Best Secret есть еще такой сайт. Тоже там 70-80% скидки, но опять же, именно в такие огромные я не верю. Но то, что там 20-30% есть, это однозначно. По-моему, тот сайт международный, вот этот member shop, он по Эстонии, по Прибалтике. Раньше еще Россия была, и еще какая-то страна. Не знаю, восстановили они сейчас или нет, но можно там посмотреть. И давайте первое, что я вам покажу. Я заказала там вот такой вот диффузор. Здесь 200 мл, просто огромный объем, и обошелся он мне вместе со скидкой в 15 евро. Это достаточно выгодная цена, потому что на польском сайте, не на польском сайте, а в польском магазине, да, теперь есть и сайт в Эстонии, я покупала, есть очень классные такие диффузоры, которые просто невероятно приятно пахнут. И я очень долго искала тоже такого же объема, но чуть подешевле, не 30 евро, как я покупала, а ну хотя бы вот за 15 евро. И мне очень хотелось, чтобы у меня на столе стояло вот нечто подобное, и я решила заказать. Здесь запахи, то есть точнее здесь аромат макарона, макарона, не знаю, как точно правильно. И еще, по-моему, сандаловое дерево, вроде бы так было, и вы не представляете, как он пахнет на всю квартиру. Очень-очень приятный аромат. У меня сейчас после коронавируса есть некоторые проблемы с идентификацией ароматов, потому что есть очень много таких запахов, которые откровенно пахнут. Мне даже не буду произносить это слово, я не знаю, почему. Я теперь совершенно не переношу алоэ, вот эту отдушку, которая есть в разных косметических средствах, как душ-гели, шампуни. Просто не могу, у меня аж до рвоты, поэтому я очень осторожно подхожу, потому что даже вот мои любимые духи, которые у меня были, ну они, правда, были такие мужские, но я бы сказала, что, скорее всего, они унисекс от Хугабос. Теперь безбожно воняют, я просто не могу. Я попробовала их, и потом целый день не могла от этого аромата избавиться на себе. Поэтому я очень обрадовалась, что вслепую удалось выбрать такой хороший аромат. И следующая вещь, которую я там заказала, это была вот такая вот поясная сумка от марки Puma. Тоже выбирала между Nike. Вот Женя себе в прошлом году красную купил Nike. Она такая довольно большая, потому что ее можно носить еще через плечо. А я именно хотела поясную, потому что мне очень удобно, когда у меня свободны руки. Тем более я очень часто ношу такой стиль, больше, наверное, спортивный, так как для меня сейчас это удобно. Вот, и поэтому решила заказать себе тоже вот такую вот сумку. Обошлась мне по скидке, по-моему, 15... Где-то дети там кричат. И обошлась она мне по скидке, по-моему, то ли 17 евро, то ли 15 евро. Ну, тоже, я считаю, очень дешево, потому что цена без скидки в районе была 45, вот. И с удовольствием буду носить летом на пляж или на какие-то другие долгие прогулки. Так что тоже осталась очень довольна. И следующая вещь, которую я себе заказала. У меня есть несколько пар часов. И, к сожалению, Лев на одни часы мне наступил случайно у них. Треснул циферблат. И другие часы уже очень давно, наверное, года два ему было. Он мне их поцарапал. И я решила себе на смену заказать вот еще одни часы. Но в этот раз выбрала... Обычно я брала, знаете, чтобы был черный там циферблат и черный ремешок. Либо черный циферблат и розовое золото ремешок. И в этот раз я взяла себе вот такие вот часы. У них тонкий такой ремень. Вот они серебряные. Ну, в смысле, цвет ремешка серебряный, не серебро, а вот серебряный. Тоже взяла их с очень хорошей скидкой. Здесь, в общем, сами часы. Потом, что это... Это, наверное... А, ну, это просто руководство, как ими пользоваться. И также я понимаю, что здесь гарантия есть. И вот я еще их... Здесь вот такая бирка. Я еще их отсюда не доставала. Просто вот хотела показать все, как пришло. Потому что посылку я забрала только вчера. Здесь также на самих часах еще защитная пленка. Вот я ее потом сниму. И буду уже, когда снимать, не буду оставлять это. А буду обязательно класть в коробку обратно. Либо в какую-то шкатулку для украшений. Ну, потому что очень жалко, что так получилось. Он, конечно же, делал это не специально. Наступил он, потому что я оставила их на полу. В общем, он шагнул назад. И вот сразу получилось так, что он раздавил циферблат. Вот. Ну, и покупала я там разные... Всегда заказываю разные душ-гели, шампуни. Потому что тоже на них есть огромная скидка. Вот, например, шампунь, который я от Goldwell покупала. Вот такой огромный, 1000 миллилитров. Обошелся мне в 20, по-моему, евро. Хотя, по-моему, 20 евро он был. Если я правильно помню. Хотя объем такой, вот 1000 миллилитров именно этой марки, стоит гораздо дороже. Также я беру тоже небольшие там от Goldwell. Мне очень нравится. Против перхоти шампуни, которые я периодически использую. Потому что после окрашивания у меня через несколько дней бывает, что она появляется. И, в общем, я покупаю там шампунь. Вот, кстати, если вам интересно, можете переходить в телеграм-канал. И там я выкладываю почаще разные фотографии, какие-то обзоры с косметикой. Ну, и просто разные болтовни. Поэтому ссылку оставлю в описании под видео. Ну, и сейчас дальше еще принесу, что я хотела показать. И следующее, что я хочу вам показать, это было вот такое вот платье с поясом. Платье в пол. Покупала я его для того, чтобы носить с кожаной косухой и с грубыми ботинками. В общем, у меня уже в прошлом году или в позапрошлом было подобное платье. Но мне оно что-то разнравилось. И вот я решила купить именно черное с таким вот рисунком, зеленые листики. Так как я сейчас просто фанатею от зеленого цвета, то это мне прям было на руку. У меня здесь еще висит бирка, потому что я его никуда не надевала. Кстати, только сейчас заметила, что здесь написано, что если вдруг вы кормите грудью, то это замечательно, потому что в этом платье это делать удобно. В общем, ну, все такое написано. Но когда я покупала, я не видела, конечно, что здесь такая бирка. Это я вот только сейчас заметила. Взяла себе размер S, потому что оно, ну, достаточно такое большое. Думаю, нормально будет. И вот к нему пояс. Потом обязательно какой-нибудь аутфит, ну, или фотографии выставлю либо в Инстаграм, либо в Телеграм, либо здесь тоже сниму на видео. Не знаю, посмотрим. Так что тоже вот еще одна моя такая весенне-летняя покупка. И хотела вам показать еще как раз несколько косметических средств, которые я могу порекомендовать. Как-то в одном из видео я показывала, что покупала косметику Шик. И на данный момент я прям очень-очень хорошо распробовала вот эту вот классную тушь. И вам всем могу порекомендовать ее. У нее силиконовая щеточка. Она дает невероятный объем, невероятную длину. И в течение дня никуда не осыпается. Вот так выглядит она здесь. Частые довольно-таки щетинки. Она хорошо прокрашивает ресницы, не делает никаких паучьих лапок даже с третьего слоя. Поэтому прям вот настоятельно рекомендую попробовать, если еще не пробовали. Также мне понравился гель для бровей у нее. И я делала пост в Инстаграм и также в Телеграм-канале, где рассказывала про часть своих любимых средств для бровей. Можете там посмотреть. Тоже ссылки оставлю. И гель для бровей мне тоже очень-очень понравился. Он отлично фиксирует брови. Они никуда не распадаются в течение дня. Ну, конечно, вы не сделаете... Знаете, как можно сделать при помощи мыла для бровей, когда брови прям вверх вот так вот сделаны, прочесаны, и там держатся весь день. Нет, здесь это просто такой натуральный эффект. Вы накрасили брови, и пригладили волоски с помощью геля, и он отлично там держится весь день. Следующее средство от марки Гарниер. Вот как раз я про него рассказывала, и мы с девочками не нашли. Я просто его в Эстонии заказала. Может быть, есть какой-то аналог и в другой упаковке. Девочки там тоже свои варианты предлагали, но, в общем, это средство выглядит вот так вот. И это пилинговая скатка. Ну, что мне понравилось, это, во-первых, то, что не надо трогать его руками при нанесении, потому что мне, ну, не нравится вот это вот ощущение, когда я наношу именно пилинговые скатки себе на лицо. Здесь вы просто наносите, знаете, как дезодорант. Вот, в течение нескольких минут держите. Ну, я обычно пока делами домашними занимаюсь. Здесь 15 минут он у меня на лице находится. И потом вы просто водой его смываете. Это потрясающий вообще эффект. Это средство дает ни от одного бюджетного средства. Я, наверное, такого не получала. Во-первых, он отлично очищает поры, то есть и черные точки, и кожу делает очень-очень гладкую, хорошо подготавливает ее для нанесения макияжа. Ну, не в этот же день, конечно, а скорее на следующий. Кожа очень гладкая, отшелушенная. Вообще никаких шелушений нет, никаких неровностей на лице. Поэтому, если где-то увидите, то обязательно рекомендую. Я оставлю вам название. Возможно, она есть в другом формате. То есть, именно как пилинг-скатка, который нужно наносить руками. Просто вот это мне показалось наиболее удобным. И также вот такое вот средство от Faberlic, которое называется Blur. Крем. Это крем для... Точнее, это база под макияж, которую я использую теперь всегда, когда наношу тональную основу. В Эстонии эта база стоит 15,99, ну, то есть 16 евро. В других странах, как я поняла, подешевле. Потому что, когда я делала на нее... Ну, не обзор, то есть это я... Это не реклама, опять же, потому что это я покупала за свои деньги. Я писала, по-моему, в своем телеграм-канале. Девочки мне сказали, что это очень дорого. Вот эта цена. Ну, как есть. Я вот за 16 евро ее купила, и очень-очень понравилась она мне. Я про нее прежде прочитала отзывы. И, на самом деле, я на Faberlic косметику вообще крайне редко заказываю. Просто у нас воспитательница наша в детском садике занимается этой косметикой. И она мне просто дала журнал. Я посмотрела, вот, и решила заказать. Отличное средство. Отлично на него... На нее... Точнее, на него, на крем наносится тональная основа потом. И стойкость. Никакого абсолютно жирного блеска. То есть кожа как чистый холст делается. И все как по маслу ложится. Поэтому... И поры хорошо закрывает, потому что у меня расширенные поры. Но вот это средство дает просто отличный эффект. Поэтому тоже вот рекомендую вам к нему присмотреться. И, наверное, последнее, что я хочу показать из косметики. Не удержалась я до видео про свои покупки с Алиэкспресс. Но там еще раз обязательно покажу. Это вот такая вот классная палетка от моего любимого бренда, у которого я постоянно заказываю карандаши. Знаете, в рекламе мелькало, и очень-очень мне понравилась эта палетка. Поэтому я решила заказать. Во-первых, оформление. Посмотрите, она вообще очень маленькая. Удобно брать с собой куда-нибудь в путешествии. Во-вторых, мне очень нравится, как сделано. Ну, конечно, это все пачкается. Вообще, как она выполнена? Посмотрите, здесь сами рефилы выглядят вот так вот. Очень-очень красивая и довольно качественная палетка на каждый день, которую я могу всем порекомендовать. Свой какой-то вот повседневный макияж, если мне надо быстро накраситься, я делаю с помощью этой палетки, потому что здесь, в принципе, есть все цвета, которые вам нужны. Здесь даже есть цвета, которым вы можете оформить. Вот бровью, например, вот этот вот цвет, он абсолютно матовый. И также можно сделать абсолютно легко вечерний макияж. Ну, можно где-то с другой палетки взять еще черный оттенок, если он нужен. А так, в целом могу сказать, что палетка просто супер качество. Для ее цены 10 евро она. Ну, тогда стоило 10 евро, сейчас уже не знаю. Но вот более подробно я вам, конечно, расскажу в видео про Алиэкспресс. Но если вдруг вам не терпится, я уже и свочи на нее делаю, я поближе вот фотографии вставлю. Сможете там посмотреть и, возможно, тоже захотите ее приобрести. Она есть в нескольких оттенках. Это у меня 0,2 номер, есть еще 0,1. По-моему, всего два варианта есть. Более теплые и более холодные, если я правильно помню. Но ссылку оставлю, и там вы сможете посмотреть. Так, и сегодня, как я говорила, будет разбор гардероба. Уже два мешка вещей отвезли девчонкам, как я и говорила. И это то, что осталось у меня. Ну, возможно, еще какие-то вещи я сейчас буду смотреть и тоже положу их в пакет. А вот эти вещи зимние, которые я покупала, кстати, на Алиэкспресс, могу сказать, что я вообще в полном восторге, что в этом году, ну, точнее, даже в прошлом году мне удалось там купить вот эта куртка из кожзама. Я, наверное, ну, большую часть зимы как раз ее и носила. Вот эту зеленую я совсем не успела поносить, потому что у нас погода так менялась. Поэтому думаю, что в следующем году буду ее носить. Вот эта вельветовая моя куртка зеленая. И вот эту дубленку, которую я заказывала тоже на Алиэкспресс. Вот здесь вот с биркой Zara я тоже ее довольно часто надевала. Так что я просто... Просто все мои покупки полностью оправдались и вообще ни о чем не жалею. Куртка в идеальном состоянии. Вот сколько я ее носила. Все просто супер. Единственное, что она, конечно, коротковата, но там были и варианты подлиннее. Так, и детские вещи тоже. Я уже кое-какие передала. Так, и сейчас у меня шкаф уже такой полупустой. И надеюсь сделать еще меньше здесь вещей. Думала, вот не знаю, что с этой шубкой делать. Тоже я ее носила. Она безумно теплая, но она мне, конечно, большеватая. И хотя я такие вещи оверсайз люблю, но мне кажется, что она прям слишком мне большая. Поэтому подумаю. Посмотрю, что зимой будет. Может быть, к зиме я тоже или отдам, или продам. Посмотрим, как что будет. Ну, сейчас буду заканчивать. Сейчас пока вещи эти положу в диван, в кровать точнее, а остальные буду развешивать обратно в шкаф. Кстати, как полезно, все-таки уборка. Обнаружила, что у меня есть вот такое вот пальто. Я совсем про него забыла. Мятного цвета. Такое красивое. Размер у него эксцесс. Я померила. Оно мне хорошо. Хотя я думала, будет как-то эксцесс маловато. Но нет, все нормально. Так что как раз вот его сейчас вывешу и буду пока носить, потому что еще все же прохладно. Оно на кнопочках очень удобно. Так что прям очень рада такой находке. И вот еще некоторые вещи тоже в группе там предложила. Может быть, кому-то надо. Вот сейчас пока уберу. Если кто-то откликнется, потом туда напишет мне. Договоримся. Кстати, у меня есть еще вот с Алиэкспресс. Тоже одна из самых моих удачных и самых-самых просто любимых покупок. Это вот такая джинсовая куртка черная с бахромой и с вышивкой на спине. Я просто ее обожаю и постоянно ее ношу. Она в свое время я ее покупала. Она вообще достаточно бюджетно стоила. Это, кстати, настоящая вышивка здесь. Это не наклейка сзади. В свое время да, она обошлась мне, по-моему, в 35 евро. Сейчас она уже, конечно, стоит дороже, но с удовольствием буду ее носить и в этом году тоже, потому что с черными джинсами какими-нибудь, потому что она очень классная и просто безумно-безумно качественная. Так, и сегодня еще в холодильнике тоже и в морозилке порядок сделали. Навели, точнее, Женя болеет, поэтому, в принципе, он на больничном пару дней. Вот мы решили здесь ставили. Все самое нужное, все ненужное отнесли на дачу и для того, чтобы добавить, точнее, как это называется, компост, в общем. Вот, и в морозилку. Морозилка у нас полностью забита, но тоже здесь нужно ревизию провести, все аккуратно сложить, чтобы было еще место, чтобы там мясом ее забить и всякими такими вещами, какими-то полуфабрикатами, чтобы было дома всегда. Тоже сегодня убирались. Здесь в морозилке все нужное осталось. Так что, вот, теперь дальше пойду наводить ее в других местах порядок. Пока Женя и Лев ушли в бассейн, я сейчас разберу косметику, которая вот эта у меня с ящика, точнее, со стола моего, которую я продала. Я быстренько все складывала в коробке и думала, что потом уже буду разбирать то, что мне надо, то, что я отдам. То, что я буду отдавать, я помещу в нашу группу, потому что видела, там спрашивала кто-то про косметику. У меня много есть вещей, которые новые. Ну, что-то я продам. Я уже говорила, что я пересылаю деньги душе бродяги. кстати, одежду, которую я, там некоторым у меня была одежда, которую я продавала, там платье, что-то еще. Вот, часть денег я им уже перевела. И сейчас вот продам косметику. А продам? Ну, какую продам? Тоже часть денег и переведу. Вот, уходовую косметику я все размещу вот в этот органайзер розовый, который у меня есть. Помните, у меня их два было? Один зеленый, другой розовый. И вот зеленый у меня забрали. То есть, ну, захотели зеленый, я предлагала или розовый, или зеленый. Выбрали зеленый, поэтому я, в принципе, без сожаления его отдала, потому что розовый тоже для меня достаточно удобный, такой компактный. В общем, туда помещу вот всю уходовую косметику, которая у меня есть. Кстати, пока не забыла, хотел вам посоветовать вот этот вот сухой шампунь от Батист, именно XXL. Если у вас, допустим, волосы не очень густые, но вы хотите объема, то вот этот вот дает просто нереальный объем. То есть, ну, вы используете его как сухой шампунь для того, чтобы волосы, еще там, чистоту волос на один день продлить. Ну, и также просто нереально, как пудель, ну, не как пудель, я даже не знаю, как будто у вас волос в три раза больше. Я когда его использую, у меня вообще такая шапка на голове, у меня сами по себе волосы как бы густые, но вот этот шампунь еще просто густоты нереально добавляет. Не знаю, за счет чего, конечно, вот. Ну, кстати, здесь и написано, что он для объема. Ну, классная вещь, понравился мне. Вот. И да, сейчас пока займусь быстренько, пока никто не пришел, а потом уже со временем покажу вам полную организацию, как что у меня получилось, что я оставила себе. Как я уже говорила, стремлюсь оставить не так много косметики, в основном только то, чем я пользуюсь, еще у меня есть категория косметики, именно когда ко мне приходят красить рабочие, только рабочая косметика. Вот. Я, естественно, не пользуюсь. А вот для себя вот хочу какой-то вот необходимый минимум сделать. сейчас эти две икеевские коробки буду разбирать. И на сегодня уже закончу свой влог. Везде у меня валяется пластилин. Закончу сегодняшний влог и увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok